Ну что ж, надеюсь, у тебя все получилось. Ты сохранил свой проект с новым именем. Это новая версия нашего проекта. Код в лабиринте сделал новый уровень, новую локацию. С помощью дополнительного фона сцены реализовал движение. С помощью нового подхода через оператор «Если». И твой код отталкивается от стен. Но, наверное, по ходу дела у тебя возник вопрос, как же сделать так, чтобы наш код отталкивался от этих стен лабиринта. Да точно так же. Просто нужно проверить касание другого цвета. То есть добавить. Я для одного только добавлю. Вот это вот мы дублируем. То же самое, только цвет какой? Красный. И вот, допустим, стрелка вверх. Сейчас проверим. Нажимаем стрелку вверх. Все. Вот он дальше не идет. Аналогично для всех остальных стрелок ты это делаешь. Все очень просто. Так. И обязательно нужно что делать? Сохранять проект. Либо делать копии. Можно делать несколько версий на всякий случай. Либо просто сохранить. Для того, чтобы если вдруг произошел какой-то сбой, у тебя файл был сохранен. Это важно, если ты работаешь в оффлайн редакторе. В редакторе, который установлен на твой компьютер. Если ты работаешь онлайн, то там есть опция сохранить сейчас. Но, в общем, если ты онлайн, там автоматически, периодически происходит сохранение. Так что там не так страшно. Так. Вспоминаем, что нам нужно сделать. Нам нужно сделать так, чтобы на втором фоне. Давай сделаем следующим образом. Мы выберем второй фон. У нас что происходило. Он доходил до конца. И здесь был какой-то бонус. Ну, допустим, пусть получит какой-нибудь приз. То есть мы должны добавить сюда спрайт. Возьмем из библиотеки. Либо можно нарисовать. Ну, сейчас что-нибудь попробуем выбрать. Можно найти сердечко. Я, наверное, выберу вектор. И найдем что-нибудь. Какой-нибудь ему подарок. За то, что он выполнил нашу работу. Ну, вот что-то мне захотелось взять этот ключик. На самом деле это здорово. Потому что этот ключик нам может понадобиться как ключ от дома. Вот он прошел через лабиринт и взял ключик. Сейчас мы его уменьшим. Переместим. Ну, вот так. И, надеюсь, ты уже понимаешь, что ключа не должно быть нигде, кроме как на данном фоне. На этой локации, в этом лабиринте. Поэтому мы можем сделать что? Мы можем сделать следующим образом. Когда фон меняется на дома и лабиринт. То есть, если у нас фон лабиринт, то ключа нет. Мы его прячем. Спрятаться. И продублируем, когда фон меняется на дома, тоже спрятаться. Ну, и уже, чтобы совсем быть корректным, если у нас лабиринт 2, то показаться. Иначе он как пропадет сразу с самого начала, так у нас его и не будет в игре. Давай проверим. Итак, вот у нас здесь. Теперь уже вверх мне не получится пройтись. Я сделала себе подарок. Но для тестирования, в принципе, можно вот так вот его перетащить. Вот мы здесь, опять же, нам нужно проходить весь лабиринт. Это как-то очень долго. И в любом случае мы никак не попадаем в спальню. Потому что что нам нужно сделать? Нам нужно сделать, если он коснулся ключа. А ключ у нас появился на первом фоне, в первой локации у нас его не было. То есть, если он касается ключа, то он счастливый кричит, ура, у меня есть ключ, я могу попасть домой. Вот давай сейчас это и обработаем. То есть, мы можем это сделать, в принципе, где угодно. Например, даже здесь, у нас здесь есть цикл всегда. И нам ничто не мешает здесь же сделать такую проверку. Добавить. То есть, если касается нашего ключа, у него идентификатор key, по-английски ключ, так мы его и выберем, то мы можем, например, говорить, ура, у меня есть ключ, я могу идти домой. Он это скажет и потом передает сообщение. Вот здесь я не попала. Спальня. А когда он получает сообщение спальня, у нас уже есть, в принципе, нужный скрипт. В общем, похоже, что все. Давай будем проверять. Итак, я опять быстрее перейду. Вот так. Здесь тоже не буду долго мучиться. Приду побыстрее. Вот так. Ура, у меня есть ключ, я могу идти домой. И ура, я дома. Он кричит, но фон не меняется. Почему фон не меняется? Потому что мы этого не реализовали. И нам нужно здесь добавить, сменить фон на спальню. Раньше это делалось, вот здесь у нас был, менялся фон по касанию двери. То есть кот касался двери или дверь касалась кота. А сейчас у нас этого нет, не реализовано. Значит, здесь мы должны что сделать? Правильно. Мы должны добавить, сменить фон на дома. И тогда он будет кричать, я дома. Но сейчас я могу просто щелкнуть мышкой по этому событию, потому что, в общем-то, оно действительно произошло. Ну, для чистоты эксперимента, еще раз нужно проверить. Давай вот так сделаем. Вот он здесь. Вот он здесь. У меня есть ключ, я могу идти домой. Вот, ура, я дома. И вот он уже дома бегает. Можно, опять же, когда он дома, сделать, чтобы он был покрупнее. Здесь, ой, я его совсем уменьшила, выбрала не тот инструмент. Ничего страшного. Вот здесь он должен быть, ну, вот, наверное, таким, да, еще больше. И когда он дома, мы его увеличили, изменить размер, да, то есть вот установить размер, какой получился. Вот такой. Здесь он будет еще больше. Итак, мы сделали почти все, кроме одного. Ну, и хотели еще добавить врагов в наш второй сложный лабиринт. Но сейчас я тебе предлагаю опять поставить видео на паузу и сделать все то, что только что сделала я. Вот этот вот переход в спальню по касанию ключа на сцене 2. Когда он прошел весь лабиринт, здесь у нас появляется ключ. Он его касается и переходит в спальню. А когда ты это сделаешь, возвращайся, и мы добавим врагов, которые здесь будут по координатам где-то внутри лабиринта перемещаться. Я добавлю, покажу одного, потом ты подумаешь, как сделать еще других. Итак, у нас есть игра с тремя уровнями фактически. Ну, третий уровень будем считать, что это окончание игры. Второй уровень у нас должен быть самым сложным. И для этого второго уровня мы сейчас добавим врагов. Как мы будем это делать? Ну, опять проходить игру, наверное, нерационально. Мы выберем второй фон. Не будем обращать внимания на эти одуванчики, они нам здесь не мешают. Но если мешают, то, в принципе, можно вот так вот их спрятать. Но сейчас мы должны добавить спрайты, которые будут у нас играть роль врагов. Мы воспользуемся библиотекой. Ну, и возьмем каких-нибудь, допустим, фантастических персонажей. Вот, например, пусть у нас будет привидение нашим врагом. Да, добавим один. И, разумеется, нам нужно его уменьшать. Такой большой нам он не нужен. Но, в принципе, он может быть чуть-чуть больше, чем границы нашего лабиринта. Так, для устрашения. И мы не будем обрабатывать касание границ. А, допустим, сделаем так, чтобы вот этот вот персонаж как двигался по каким-то нашим маршрутам. Допустим, вот я его размещу сюда. И пусть он вот так вот летает. Вот так, 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 вот так и назад. Вот так вот мы сделаем. Ты можешь придумать любые другие. Я сейчас, главное, покажу, как это можно сделать. Итак, мы пишем скрипт для него. И событие у нас будет какое? Во-первых, когда фон меняется на лабиринт 2, он должен показаться. А на всех остальных фонах, а у нас их всего два, поэтому мы можем легко это все сделать, он должен спрятаться. Продублируем. В лабиринте и дома привидения нет. Он есть только в лабиринте 2. Это первое, что мы сделали. Второе. Теперь, когда он в лабиринте 2, в принципе, мы можем как раз таки и реализовать его перемещение по этому лабиринту. Здесь мы берем сразу в цикле всегда, потому что это должно происходить всегда. И делаем следующее. Итак, он у нас в начальных координатах вот здесь. Значит, мы берем перейти в x, y до цикла. Потому что он должен сразу, когда у нас поменялся фон на лабиринт 2, здесь появиться. Мы его переместили в координаты. А дальше он должен перемещаться, как я показала. Вот так, потом так, потом так, потом так. Как это сделать? Да очень просто. Мы берем его, ставим вот сюда. И мы знаем, что у нас здесь замечательная команда «плыть». И вот он будет у нас плыть сюда. Дальше мы его перемещаем в эту точку. И теперь он из предыдущего местоположения переплывет сюда. Но единственное, что нам нужно будет подобрать – время. Дальше мы его опять перемещаем вот так. Опять плыть. И вот так. Снова плыть. Теперь нужно вернуться назад, правильно? Значит, мы его опять переносим сюда. И по всей видимости, логично, раз он будет в эту сторону двигаться, то здесь нам нужно его повернуть в направление, пусть он смотрит влево. А в начале пусть он смотрит вправо. Так, сюда он у нас уже приплыл. 101, 139. Проверяем координаты. Дальше возвращаем его вот сюда. Сюда. И сюда. Теперь он у нас будет туда-сюда плавать. Ну, как проверить? Проверить можно вот так. Да, он повернулся вниз головой нехорошо. И вот эта вот часть, он пролетает очень быстро, а здесь медленно. В общем-то, вот такая вот скорость, она вполне хороша для игры. А вот здесь слишком быстро и, в общем-то, достаточно опасно. Но, опять же, в зависимости от сценария. Возможно, так и должно быть, чтобы наш игрок быстренько проскочил. Ну, мне почему-то кажется, что вот эту вот часть нам нужно не секунду. Ну, пусть будет две, потому что здесь расстояние в два раза больше. И, соответственно, вот здесь то же самое, потому что он возвращается назад. Давай еще раз проверим. Вот он помедленнее двигается хорошо. Вот так. Ну, и осталось только сделать так, чтобы у него было, что, стиль вращения влево-вправо. Тогда он не будет переворачиваться вниз головой. Вот, теперь все здорово. Прекрасно. Мы добавили врага, но чтобы он стал полноценным врагом, что нам нужно сделать? Нам нужно еще обрабатывать касание. То есть, если код коснется привидения, то должно что-то произойти. Ну, например, могут быть самые разные развития сценария. Например, код может уменьшиться в размере или может уменьшиться количество очков. Можно подумать, сделать все, что угодно. Ну, допустим, в данном случае мы можем сделать, действительно, если он касается. Вот здесь вот мы забыли, кстати говоря, когда он касается ключа, можно увеличить количество очков. Допустим, на 20. Да, все-таки ключа-то много, хорошо. Вот, и аналогично, если он коснется привидения. Пост-2. Где у нас? Вот так. Да, но мы можем, допустим, количество очков уменьшить. То есть, изменить очки на минус 1. Привидение улетит, но касание будет проверено. Он может что-нибудь еще крикнуть. Допустим, а я-яя, я боюсь. Вот примерно так ты можешь добавить врагов. На этом я свой урок закончу. Ты можешь развивать свой проект как хочешь. Можешь добавлять еще-еще уровни. Придумывать какие-то новые препятствия. А в следующих уроках, я надеюсь, мы встретимся и научимся еще чему-нибудь новому.